Сейчас мы пьесы выпущены вот, и она мне очень интересна по принципу сочинения. В этом стоит один единственный инструмент, который называется фонтан. Вот сочинение для фортепиано легко пьесы. Ну, легко относить, не знаю, кто сочиняет, конечно. Но в принципе законы есть. Сколько артапов вы знаете, фортепиано? Везде целая октава, черненький, беленький. Вы можете работать в технике тональной, или в технике додокафонной, или еще в какой. Или можете скучать по струну. Ясно, в принципе, сочинение. А какой всякий токтава? Вот видите, он висит в дисках. Ни ноты до там нет, ни ноты р. Струн, как у барабана, тоже нет. Как же не он писать? Мне это интересно, потому что в свое время я дважды, два сезона, два лет по ряду преподавал в Чехии, в Торстылице, такое в Моралии, в Мурабских горах, есть местечко, где собираются композиторы и исполнители, студенты. Они объединяются в композиторах и студентах и сочиняют прессу для какого-то одного инструмента. То есть минимум инструментов, максимум возможностей. Я что, не смешно смотрю? Нет? А может, продолжай, да? А? Интересно. Не понял. А ну, интересно, или все? Интересно, да? А, понятно. Я думал мне подсказать, как это идет. Я помню, сам, ну, ну, уже давно это было. Вот, и, наверное, Дмитрий Щелкин, который вы увидите у второго отделения в качестве солиста, учился там однажды и с композитором, с девушкой, по-моему, чешской девушкой, девушкой, я не помню. Они сочинили пьесу для «Там-там». Вот Татьяна Чудова выбралась с мелости. Вот для одного инструмента писательства мне было бы страшно. Ну, написал, если он называется «Там-там-танец», который исполнит Елисей Дригалин. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Спасибо.